Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Агабешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Полноправными гражданами России сегодня стали 9 юных сочинцев. В День Конституции отличившимся подросткам торжественно вручили паспорта. Активистам вход свободный. Бесплатную экскурсию в художественный музей организовали в Сочи для участников программы «Активное долголетие». Тайник в бензобаке, а в нем 30 тысяч сигарет. В Сочи на границе задержан «Мерседес» с секретом. По красной дорожке в Сочи прошлись десятки российских и зарубежных актеров кино. На курорте открылся сочинский кинофестиваль «Ирида». В России сегодня отмечают День Конституции. Документ был принят ровно четверть века назад на всенародном референдуме. О правовых ценностях говорили сегодня в администрации края. Вениамин Кондратьев встретился с членами Краевого совета по развитию гражданского общества и правам человека. Ведь кто, как, не общественники контролируют и следят за тем, чтобы нормы, прописанные в главном документе страны, соблюдались в жизни граждан. С Днем Конституции Вениамин Кондратьев поздравил жителей края. Губернатор отметил, что главный государственный документ олицетворяет многовековой опыт и достижение страны. Конституция – это договор, это соглашение между обществом и государством, которое мы просто должны соблюдать. Это основной, главный закон нашей страны, особенный, особый нормативный правовой акт, который обладает, конечно, высшей реческой силой. У нас настоящая Конституция, она по-настоящему защищает права и свободы граждан, конкретного человека. Она максимально создает такие экономические основы общества, политические, да и правые, которые позволяют и будут позволять нашему обществу гармонично развиваться. Насколько она работает в жизни, отвечаем мы с вами вместе, Олеги, и я, и вы, и все, кому неравнодушно будущее нашего края и, конечно, нашей страны. Я хочу вас всех поздравить и всех жителей края. С Днем нашей Конституции. Новую Конституцию россияне приняли на всенародном голосовании в 1993 году. Праздник относительно молодой. К памятным датам день был причислен в июле 2005-го. В честь 25-летия Конституции президент сегодня провел в Москве торжественный прием. Участие в нем принял и губернатор Краснодарского края. В Сочи в День Конституции граждан России стало больше на 9 человек. Отличившимся в спорте и творчестве юным сочинцам торжественно вручили паспорта. Вручили по случаю государственного праздника горожанам и медали. Единственным обладателем медали 25 лет избирательной системы России в Сочи стала Ирина Горбатек, член территориально-избирательной комиссии Центрального района Сочи. Началось мероприятие «С песен о России». Прошло 25 лет с того дня, когда был принят главный документ нашей страны. Мы в городском собрании, мы все сверяем с положениями нашей Конституции. Потому что это основной закон, потому что он позволяет нам вырабатывать правила жизни нашего государства. Главное в нашей стране это человек. Главное права человека. Главное гражданин. Ну и соответственно мы с вами, как сейчас правильно сказал Виктор Петрович, каждый на своем месте, выполняя те возложенные на нас должностные обязанности, является своеобразным гарантом исполнения конституционных правил, прописанных для каждого из нас. В этом году учреждена и медаль 25 лет избирательной системе Российской Федерации. Ее обладателем в Сочи стала Ирина Горбатек, член территориально-избирательной комиссии Центрального района. Для меня это была неожиданность, что оценили мою работу в комиссии. Значит, было, конечно, приятно. Я уже 25 лет в избирательной системе. Меня направила партия. Благодарность главы администрации Краснодарского края получила сегодня председатель избирательной комиссии Сочи Валентина Ткачева. Четыре председателя территориальных избирательных комиссий были отмечены знаками признания почет сочинцев и за вклад в общественную и политическую жизнь города Сочи. Другим сотрудникам избирательных комиссий вручили почетные грамоты главы города. И в этот же день прошло еще одно важное событие. Полноправными гражданами России стало 9 юных сочинцев, уже отличившихся в спорте и творчестве. Каждый из них получил паспорт гражданина Российской Федерации. Среди них ученик школы номер 12 Григорий Голубев. Он активно занимается спортом в спортшколе номер 1. Не раз завоевал призовые места в городских соревнованиях по легкой атлетике, велоспорту, полиатлону, акватлону. Призер краевых соревнований по триатлону. Обладатель золотого значка ГТУ. Не зря я представлял свой город на краевых соревнованиях и на всероссийских. Я считаю, что я в нужном направлении и буду стараться дальше. Школьники, получив важный для них документ, теперь могут в летнее время устраиваться на работу на неполный рабочий день. Одним словом, торжественное получение паспорта стало для них действительно путевкой во взрослую жизнь. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. А что юные сочинцы знают о главном документе страны? Общение со школьниками на тему Конституции в нашем следующем материале. Мы, многонациональный народ Российской Федерации, объединенные общей судьбой. Четвероклассники знакомятся с главным законом страны. В честь Дня Конституции в 23-м лицее тематические уроки в роли педагогов студенты сочинских вузов. Обязательно нужно с самого детства детям дать понять, что у них есть права и обязанности, чтобы они были активными гражданами и понимали, кто президент, какие у них есть субъекты, чтобы они знали также свою историю. Ученики 4-го класса на удивление молодых педагогов продемонстрировали блестящее знание не только истории страны, но и ее главного документа. Герман Гордеев к открытому уроку подготовился основательно. Конституцию не читал, но знает, что она плод народного законотворчества. Первую Конституцию написали, придумали, написали ученые. Потом люди начали обсуждать между собой по радио, по телевидению. И потом был сбор, и все могли высказаться, что они хотят принять, а что нет. Принял Конституцию российский народ 12 декабря 1993 года. Эту дату зафиксировали в календаре как памятную. Каждый год 12 числа в стране проходят праздничные мероприятия. В основном они носят образовательный характер. В программе открытые уроки, выставки, круглые столы, презентации. Это межотраслевой образовательно-информационный проект, который мы реализуем совместно с Управлением образования, с администрацией города Сочи. Избирательные комиссии муниципального образования подготовлены студенты для того, чтобы рассказать детям об основных положениях Конституции Российской Федерации. Проект Конституции Российской Федерации «Основной закон страны» реализуется на курорте пятый год. В юбилейном 2018 организаторы постарались охватить максимальное количество школьников. В акции приняли участие 10 тысяч детей из 35 учебных заведений. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ. Координировать вопросы миграции в Крае будет новое управление. Проект закона о создании структуры единогласно принят в первом чтении депутатами ЗСК. На рассмотрение в Кубанский парламент его внес Вениамин Кондратьев. Губернатор посетил крайнюю в этом году 16-ю сессию законодательного собрания. Всего рассмотрели около 40 вопросов, среди которых главный финансовый документ Края и сохранение льгот для отдельной категории граждан. Крайняя сессия Кубанского парламента в уходящем году оказалась богатой на принятые решения. В повестке 35 тем для обсуждений. И уже в первом чтении депутаты единогласно одобрили проект закона о создании в Краевой администрации управления по миграционным вопросам. С инициативой о создании новой структуры выступил глава региона. Сейчас в Крае работают больше 70 тысяч иностранцев. Это те, у кого есть разрешение на трудоустройство. Но есть и те, кто нарушает миграционное законодательство. Таких случаев только с начала этого года зафиксировано от 20,5 тысяч. Новое подразделение должно скоординировать работу в этом направлении между краевыми, муниципальными властями и правоохранительными органами. При этом никаких дополнительных затрат из бюджета на создание управления не будет. И штат администрации не расширит. Структуру сформируют за счет перераспределения уже имеющихся кадров. Это очень важно. Такое управление должно появиться. Потому что миграционные процессы однозначно не могут брошены быть на самотек или каким-то естественным способом регулироваться. Я не против трудовых мигрантов легальных, безусловно. Но понимание, что они дают, что они строят или не строят, или вообще что они делают, и что мы в итоге получим от того, что эти иностранцы приедут к нам, мы должны хотя бы понимать. И вот здесь я попрошу Алексея Сергеевича Погородский, давайте вернемся к комиссии по мониторингу миграционных процессов. Туда войдут уважаемые люди нашего региона, общественные деятели, депутаты войдут. И вот такая комиссия будет принимать решение и по квотированию, и по выдачу патентов, по отдельным, подчеркиваю, отраслям экономики. Крайняя плановая сессия ЗСК в этом году стала знаковой. Благодаря еще одному решению на Кубани сохранят льготный проезд на автотранспорте между Северским районом и Краснодаром. Депутатам внесли соответствующие изменения в региональный закон о дополнительных мерах соцподдержки по оплате проезда отдельных категорий граждан. Так сложилось, что маршрут между двумя муниципалитетами края частично проходит по территории Адыгеи. И в этом году после изменения федерального законодательства стал считаться межрегиональным, из-за чего ветераны Великой Отечественной войны, и их вдовы и инвалиды, проживающие на Кубани, могли остаться без льгот на проезд. Поскольку льготный проезд на данных маршрутах не предусмотрен, около полутора тысяч льготных категорий граждан в настоящее время не могут им воспользоваться. На реализацию закона проекта дополнительных средств из краевого бюджета не потребуется. В уходящем году кубанские парламентарии приняли ряд важных законов в разных отраслях и направлениях. В крае делается все, чтобы помочь сельхозпроизводителям и защитить их продукцию. Первый в России закон о животноводстве, государственные программы для фермеров-садоводов, инициатива о защите кубанской продукции, которую уже поддержали в Совете Федерации. Также в этом году депутаты приняли закон, защищающий права обманутых дольщиков. Серьезных штатов мы добились решения проблем обманутых дольщиков с вашей поддержкой, поддержки прокуратуры и края, и Южного Федерального округа. Мы закон приняли, компенсации для инвесторов, тех, кто принимает сегодня активное участие в достройке этих домов. Мы вывели компенсацию в прозрачное поле. Есть закон, есть понимание, в каком соотношении и как это все делается. Это очень важно, что такой закон в крае появился. Стало все легально и стало все прозрачно. Я уверен, что общими усилиями к 2020 году, к 2020 мы проблему с обманутыми дольщиками в нашем крае решим. Потому что, еще раз подчеркиваю, все механизмы заложены, все возможности есть. Предмет долгих споров и размышлений. Во втором чтении окончательно принят главный финансовый документ региона на предстоящий 2019-й. Краевой бюджет станет больше на 15,5 миллиардов рублей. Это деньги, которые региону выделили из Федерации. Больше 7 миллиардов рублей дополнительно пойдет на социальное развитие, а также деньги направят на строительство и ремонт дорог и поддержку АПК. 15 миллиардов, даже 15,5 мы федеральных денег еще раз перераспределили. Коллеги, это не просто Федерация нам деньги дала, это проекты по принципу софинансирования. И, конечно, куда они пошли? На здравоохранение, и дальше, конечно, социальная политика, образование, все социальные направления. Давайте вместе не только распределять деньги, но и контролировать. Вместе очень такой жесткий, депутатский, да просто совместный контроль. За любой копейкой, которая выходит из бюджета, в любом направлении. Мы за этот год много сделали, много приняли очень важных законопроектов, которые, коллеги, наверное, не потому, что для галочки мы взяли и приняли, жизнью они обусловлены. А теперь самое главное, чтобы эти законопроекты были реализованы. Потому что мы же принимаем для того, чтобы на самом деле что-то улучшить, изменить, создать. И вот здесь должен быть максимальный контроль, в том числе и с вашей стороны, это то, чтобы эти законы заработали, чтобы они не остались только на бумаге. Те законы, которые на самом деле конкретно улучшат состояние нашей экономики и жизнь людей. Работа проводится совместно. Нет никаких препятственных мыслей, и тем более нет никаких препятственных действий. А все по взаимному пониманию. И мысль одна – сделать как можно быстрее, как можно лучше для нашей родной Кубани. Добиться таких результатов кубанскому парламенту удалось уже в новом составе. Сформировался он чуть больше года назад. За это время был выполнен действительно большой объем работы, отметил глава региона. В следующем 2019-м задач не меньше, а значит важно не сбавлять темпы. Ведь только при такой совместной работе исполнительной и законодательной власти зависит улучшение качества жизни кубанцев. Яна Бузычкина, Виктор Чаусов, Алексей Комаров, Кубань, 24, Краснодар. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 13 декабря в Сочи облачно, временами дождь, температура воздуха ночью плюс 5-7, днем 8-10 градусов выше нуля. Салон-магазин «Куранты» объявляет о новогодних скидках на брендовые часы из Швейцарии, Японии и России. Спешите за подарками. Изящные женские часы, классические мужские, топовые, молодежные. Центральный универмаг напротив ЖД вокзала. В торговом центре «Сан-Сити» уже царит новогоднее настроение. Праздничные скидки до 50%. Они действуют до 31 декабря. Готовьтесь к Новому году вместе с «Сан-Сити». Северная 6. Часовой салон-магазин «Куранты». Штрих вашего стиля. Широкий выбор. Доступные цены. Ждем вас по адресу. Улица Горького, 53, ЦУМ. Второй этаж. 8-918-3243. Ах, как же утомляет эта новогодняя суета. Мотаться по магазинам, думать, что кому подарить и где это все купить. Хочется, чтобы все было проще. Торговый центр «Сан-Сити». Все подарки здесь. Утверждена деловая программа российского инвестиционного форума в Сочи. Оркомитет утвердил и деловую программу, и основную тему мероприятия. В этом году она звучит так. Национальные проекты от стратегии к действию. Председатель Оркомитета, вице-премьер Дмитрий Казак отметил, что время проведения форума совпадает с началом реализации национальных проектов. Поэтому задачи стоят амбициозные. В частности, в рамках форума состоится выставка инвестиционных проектов российских регионов и компаний. Будет работать и так называемая «кейс-зона». Там участники смогут показать свои проекты ведущим экспертам в области инвестиций. Форум состоится в Сочи 14-15 февраля. Пожилые сочинцы могут бесплатно посетить художественный музей. Для этого нужно обратиться в Управление социальной политики и стать участником проекта «Активное долголетие». Те, кто уже решил на пенсии не сидеть дома, а жить интересно и активно, сегодня с экскурсоводом посмотрели выставки во всех залах художественного музея. Продолжит Татьяна Говоркова. Каждый человек, который смотрит, у него свое восприятие. От классики до модерна. Картины художников разных эпох сегодня увидели и оценили активные пожилые сочинцы. Для них впервые в рамках городского проекта «Активное долголетие» была организована бесплатная экскурсия в Сочинский художественный музей. Все лето мы заняты обслуживанием наших гостей, которых бывает очень много. А зима – это как раз то время, когда мы можем больше внимания уделить просто сочинцам. Ну а по поводу бесплатного, у нас довольно обширная программа бесплатных посещений. Топорная культура – очень тесные связи. И мне кажется, все в этом как-то и обусловлено. Проект «Активное долголетие» по инициативе главы города Анатолия Пахомова был запущен осенью. Он включает в себя спортивную и творческую составляющие. Его участниками наряду с молодежью становятся и активные пожилые сочинцы, которые принимают участие в волонтерстве, создают кружки и клубы по интересам. Так, с их участием проходили спортивные соревнования, мастер-класс по скандинавской ходьбе и десятки городских мероприятий. Теперь традиционной станет культурно-познавательная экскурсия. Достигли договоренности с художественным музеем, что по мере набора групп, управления социальной политикой, мы будем активно сотрудничать со всеми нашими общественными организациями пожилых людей, набирать группу и бесплатно приводить в музей на экскурсию. Считаем, что это очень важно. Культура всегда связана с духовностью и силой духа. А здоровый дух, как известно, в здоровом теле. В том, что на пенсии точно не нужно сидеть дома, твердо убеждена Лидия Каркешко. Пять дней в неделю она посвящает занятиям спорту, но и про культурный досуг не забывает. У нас организована на бытхе группа здоровья. Организатор Василенко Людмила Александровна. Очень опытный тренер. И мы вот там занимаемся зарядкой по утрам. Час занимаемся. Ну, по силу наших возрастных особенностей, специальная зарядка идет. Мы занимаемся пять дней. А потом посещаем органный зал, зимний театр и, естественно, ваш прекрасный музей. Записаться на экскурсию в художественный музей в рамках программы «Активное долголетие» можно в Управлении социальной политики администрации Сочи по адресу улица Ворувского, 6, 2 этаж, кабинет 23. Телефон 264-43-28. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Россияне написали правовой диктант на 4 с минусом. В Москве прошла пресс-конференция об итогах всероссийского правового диктанта. Всего диктант написали 165 тысяч человек из 85 регионов. В среднем россияне набрали 67 баллов из 100, что примерно соответствует оценке 4 с минусом. Лучше всего жители нашей страны знают семейное и конституционное право. Хорошие результаты показали также в областях административного, социального и имущественного права. Но при этом затруднялись ответить на вопросы в жилищной и уголовной областях. Наибольшим числом участников диктанта может похвастаться Краснодарский край – почти 17 тысяч. В итоге регион обошел даже Москву, где диктант написали 13,5 тысяч человек. В топ-5 регионов также вошли Ульяновская и Самарская области и Санкт-Петербург. Чтобы подстегнуть интерес, организаторы решили в следующем году провести конкурс среди регионов за звание правовой столицы России. Этот статус получит тот субъект, где было не только больше всего участников, но и самые высокие результаты. Мандариновый сезон в Сочи, особенно вблизи границы с Абхазией, регулярно превращается в мандариновую лихорадку. Полицейские проверили, как соблюдаются правила торговли в Адлерском районе. Так, на улице Урожайной были установлены факты незаконного предпринимательства. Среди основных нарушений – несанкционированная торговля продуктами питания. В отношении нарушителей составлены административные протоколы. После расследования материалы будут переданы в суд. Также особое внимание уделялось организации дорожного движения. Именно там, также сотрудниками госавтоинспекции, был выявлен ряд нарушений правил дорожного движения. В Сочи на границе задержан «Мерседес» с секретом. В иномарке найдена нелегальная партия сигарет. Водитель направлялся из Абхазии в Россию. В ходе таможенного досмотра в полости бензобака автомобиля, переоборудованного под газовое топливо, был обнаружен тайник. В нем находилось 150 блоков. Это 30 тысяч сигарет. Водитель заявил, что не знает, как они попали в машину. На товар и автомобиль наложен арест. Образцы продукции направлены на экспертизу, которая определит рыночную стоимость задержанной партии. Возбуждены два дела об административных правонарушениях. К другим новостям. Госдума приняла закон о любительском рыболовстве. Новым законом определяется, что любительское рыболовство осуществляется гражданами России свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования, за исключением случаев, предусмотренных законом. Любительская рыбалка может быть ограничена только на землях обороны и безопасности на участках, выделенных для производства аквакультуры и на особо охраняемых природных территориях. На остальной территории – полностью бесплатная и беспрепятственная рыбалка. Однако должна соблюдаться суточная норма добычи водных биоресурсов определенного вида. Она определяется в правилах рыболовства. Суточная норма важна для сохранения рыбы, особенно вблизи больших городов, где нагрузка на водоемы повышенная. В новом законе также проработаны вопросы по развитию общественного контроля в области использования водных ресурсов. Блок положений закона посвящен подводной охоте. Она ограничивается в местах массового отдыха граждан. Новый закон вступает в силу с 1 января 2020 года. А совсем скоро в Краснодарском крае пройдет акция благотворительного фонда «Край добра. Елки желаний». С 15 декабря картонных снегирей разместят на елках желаний, которые установят в крупных торговых центрах края. Все желающие смогут выбрать любую открытку на праздничном дереве, приобрести подарок и передать его волонтерам или вручить лично. На открытке будут написаны имя и адрес ребенка. Любой желающий может не только подарить ребенку конкретный подарок, о котором просят в открытке, но и пожертвовать на лечение детей. Елки желаний будут работать до 25 декабря. Только в прошлом году снегири обрадовали больше 10 тысяч мальчиков и девочек. А в Сочи открылся международный сочинский кинофестиваль «Ирида». Город проводит его в третий раз. Расскажет Ольга Десятого. Церемония открытия сочинского международного кинофестиваля прошла в Олимпийском парке. Кинофорум по традиции стартовал с красной дорожки, по которой прошли гости фестиваля. Режиссеры, продюсеры, кинокритики, актеры, в том числе народная артистка России Светлана Немоляева. На открытии фестиваля приветственный адрес от главы Сочи участникам киносмотра со сцены озвучила его заместитель. Впереди целая неделя плодотворной работы, показов, интересных мастер-классов и встреч со зрителями. Желаю фестивалю открытия новых талантов, ярких кинозвезд, качественных конкурсных работ и бесспорных побед. На участие в фестивале было подано 800 заявок от российских и зарубежных кинематографистов. В итоге в конкурс прошли 14 полнометражных лент, 10 короткометражек и 9 документальных фильмов. Кинофестиваль в этом году пройдет под эгидой мирового женского движения. Женский акцент прослеживается во всем, от состава жюри до тематики кинолент. Многие фестивали ограничиваются. Допустим, лучший фильм, лучший актер, лучший режиссер. А здесь много призов другим творческим работникам. И от их работы очень много зависит. Качество картины, художники, художники по костюму. Всего будет вручено 12 статуэток. Ну а первый приз уже нашел своего обладателя. Специальный приз от главы Сочи за вклад в киноискусство получила президент Сочинского международного кинофестиваля Любовь Балагова. Конкурс полного и короткого метра, мастер-классы и бесплатные показы фильмов в городских кинотеатрах. Такова обширная программа мероприятий фестиваля. Он будет проходить до 16 декабря. Отмечу, что одна из целей международного кинофорума – построить культурный мост между Россией и другими странами. Ольга Десятова, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». В Лазаревском откроют спортплощадку для сдачи нормативов ГТО. В прошлом году Сочи стал победителем регионального смотра конкурса на лучшую организацию работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Наградой послужила многофункциональная спортплощадка. Она разместилась на базе спорткомплекса «Лазаревский». Площадка оснащена комплексом разноуровневых перекладин, турников и брусьев, лавками для пресса, скамьё для наклонов, сектором для прыжков в длину и другими элементами. Церемония открытия состоится 25 декабря. Это первый подобный объект в Лазаревском районе. Он позволит самостоятельно проводить тренировки по силовой гимнастике, готовится к сдаче норм ГТО и заниматься общей физической подготовкой. Аналогичная площадка уже есть на курорте. Установлена она была в Олимпийском парке в преддверии Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Ну, на этом всё. Наши новости на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично её основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok